Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ вы смотрите новости Алма-Атинской области. В студии Антон Ходиновский. Новосудоперевод осуществляет Даурена Брасилов. Столицы Казахстана официально вернули прежнее название. За возвращение наименования Астана проголосовал парламент Казахстана. Соответствующие изменения по этому поводу были внесены в основной закон страны. Напомним, в статусе города Нур-Султан столица пробыла порядка трех с половиной лет и это шестое по счету переименования главного города страны. Наряду с этим конституционные изменения коснулись и срока президентских полномочий. Отныне президентский срок будет составлять семь лет, а не пять, как было ранее. Однако глава государства лишается права переизбираться на второй срок. Духовное и социальное развитие человечества в постпандемический период обсудили на съезде лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятие, на котором приняли участие более ста делегаций из 50 стран продлилось два дня. Религиозными экспертами были затронуты глобальные вопросы в области экологии, экономики, здравоохранения, а также бедности и неравенства. Подробнее в нашем сюжете. В седьмой раз религиозные мировые лидеры собрались в столице Казахстана, чтобы обсудить роль религии и духовного развития в современном обществе. Укрепление диалога между различными вероисповеданиями особенно важно в такой нестабильный период, уверены участники форума. Среди них представители мировых и традиционных религий, политические и общественные деятели, члены международных организаций. На церемонии открытия Касымжо Мартукаев поблагодарил руководителей международных организаций, политиков и экспертов во главе с Организацией Объединённых Наций за поддержку инициативы Казахстана о проведении съезда. Это говорит о том, что мы все заинтересованы в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В современном мире, где царят перемены и неопределённость, особое значение имеет сегодняшняя встреча. Выражаю признательность руководителям, политикам и экспертам других международных организаций и Организаций Объединённых Наций. Ваша поддержка нашей инициативы о проведении съезда очень важна для нашей страны. Кроме того, президент отметил, что для республики принцип «единство в многообразии» стал основополагающим, а укрепление международного диалога – важнейшая часть политики Казахстана. «Народ Казахстана выбрал в себя традиции различных цивилизаций и религий, дух открытости и толерантности. В настоящее время в Казахстане более ста этносов живут в мире и гармонии. Свободно функционируют около четырёх тысяч религиозных объединений, представляющих 18 конфессий». Касымжо Мартукаев, говоря о главной миссии и особенности съезда, отметил, что религиозные лидеры, сидящие задним столом, демонстрируют всему миру примеры доброй воли, преодолевающие любые разногласия. Масштабное мероприятие началось с минуты молчания для молитвы. Выступая на съезде, Папа Римский Франциск отметил, что в истории Казахской земли благодаря шёлковому пути переплелось множество идей и верований. Вот и сейчас эта земля стала местом встречи и объединения, отметил понтифик, пожелав в стране мира и единства. «Мир ждёт от нас духовной чистоты, чистоты сознания. В этом смысле он возлагает надежды на истинную религиозность. Пора просыпаться, отвлечься от фундаментализма, от тех, кто искажает и разрушает любую веру. Важно, чтобы наши сердца были чистыми и проявляли сострадание». Выступая на форуме, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что в это непростое время лидерам нужно прикладывать больше усилий, чем когда-либо прежде. А верховный имам Аль-Азхара, шейх Ахмед Ат-Таеб, в своём выступлении призвал человечество задуматься о причинах глобальных катастроф. «Сегодня человечество испытывает неимоверный ужас и страх от последствий своего вмешательства в природу. Это пожары, землетрясения, наводнения. Наряду с этим, в последнее время мир трясёт и от политических потрясений, которые вергли все страны в общий кризис. Эти катастрофы созданы человеком». Объединение духовных лидеров важно для решения этих проблем. А ещё важнее сохранить уникальность. Потому что религиозное братство – это часть глобального международного объединения. Стоит отметить, что в мероприятии также приняли участие делегации из регионов Казахстана. Кроме того, в рамках съезда состоялась религиозная месса с участием папы римского «Франциско». В завершении седьмого съезда была принята декларация. Её содержание отражает видение текущих проблем, возможные пути их решения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращения к международному обществу. Декларация является официальным документом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Аделья Кжаркенова, Айоломсен, Сызбаева, телеканал «Джитсу». Статистика не радует. В Алматинской области увеличилось число случаев гепатита среди детей. Об этом сообщили представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Если в прошлом году данное заболевание было выявлено чуть более чем у 20 человек, то в этом зарегистрировано около 30 случаев. Все чаще гепатитом болеют дети, а потому эксперты бьют тревогу. Гепатит – опасное заболевание. Оно характеризуется воспалением печени. Существует несколько типов и подтипов гепатита. Каждый из них передается по-разному. По словам специалистов санитарно-эпидемиологического контроля, в этом году все чаще данное заболевание регистрируется среди школьников. Вирусные гепатиты страшны тем, что происходит впоследствии хронизация. То есть заболевание становится хроническим, с поражением печени и превращение уже потом в конце может быть цирроз или фиброз печени. Вирусный гепатит А, он передается через руки, поэтому надо учить детей мыть руки чаще. Гепатит В, это передается в основном через кровь, мы парантерально, то есть тоже надо с осторожностью в стоматологические кабинеты ходить, частные, чтобы медицинский инструментарий был обработан. То есть все, что связано с кровью, можно заразиться гепатитом В. За 7 месяцев текущего года по двум областям зарегистрировано 27 случаев вирусного гепатита А. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 2 случая больше. Также наши медработники говорят о том, что 30% из всех зарегистрированных случаев это среди детей до 14 лет. Сотрудниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводятся разъяснительные работы в школах, в районных школах и сельских школах. Также помимо этого раздаются раздаточные материалы, брошюры и, говорится, пути заражения всех типов вируса гепатита. Разъяснительная работа ведется не только в объектах образования, но и в учреждениях здравоохранения. В больницах специалисты рассказывают населению о методах профилактики. По словам врачей, один из способов предотвратить заражение инфекционным вирусом – это получить вакцину. При этом, по мнению экспертов, очень важно проводить вакцинацию детей вовремя, согласно графика прививок. Из средств местного бюджета для вакцинации вирусным гепатитом А у нас закупается вакцина. В этом году у нас закуплено 124 992 дозы. Это на сумму 430 426 000. Вакцина гепатита В тоже у нас проводится вакцинация. Она проводится у нас в роддоме в 2 и в 4 месяца, чтобы наши детишки в последующем не заболели вирусным гепатитом. «Предупредить легче, чем лечить», – гласит старая истина. По словам медиков, для того, чтобы население не болело гепатитом, помимо вакцинации, необходимо соблюдать личную гигиену, а также пить кипяченую или очищенную воду. Не стоит забывать и о том, что перед употреблением в пищу овощей и фруктов. Их необходимо тщательно мыть чистой водой. Всплетение культур и традиций. День семьи, любви и верности отметили в областном русском центре. Торжество было приурочено Казахстанскому Дню Семьи и вручению медалей соотечественникам от Российской Федерации. Кто именно удостоился наград, узнаем из материалов следующего сюжета. 19 сентября семья Торковых отмечает юбилей – 35-летие совместной жизни. Свою первую встречу супруги Ирина и Валерий запомнили на всю жизнь. Юная девушка, опоздавшая на автобус зимним вечером, и молодой человек, который помог ей добраться до дома. Поженились спустя несколько лет. Родили и воспитали двоих детей – сына и дочь. Сейчас с удовольствием наслаждаются обществом любимых внуков. Верность супругов проявляется не только в семейной жизни, но и в профессии. Валерий 45 лет проработал водителем. Ирина 32 года посвятила преподавательской деятельности. Торковы – поистине образцовая семья, поэтому неудивительно, что они стали обладателями медали «За любовь и верность». И сегодня искренне делятся секретом семейного счастья. Прежде всего, молодые люди, которые вступают в брак и создают семью, они должны слушать друг друга, уметь слышать того, кто с ним рядом идет. И тогда я надеюсь, что никаких конфликтов и таких неурядиц у них в семье не будет. Просто нужно, самое главное, любить друг друга и уступать друг другу. Самое главное. Медаль «За любовь и верность» учреждена в России в 2013 году. Уже второй раз она вручается соотечественникам из Казахстана. В этом году областной русский центр отправил на конкурс 12 анкет образцовых семей из Алматинской области и ЖТСУ. В результате пришло 8 медалей. Заслуженные награды получили семьи из Янбекши-Казахского, из Кельдинского и Ильийского районов, а также городов Талдыкурган и Текили. Каждая семья прожила в браке не меньше 25 лет, воспитала достойных детей и является примером для подрастающих поколений. По мнению руководства русского центра, вручение медалей стало еще одним доказательством дружественных отношений между двумя государствами – Казахстаном и Россией. Здесь мы показываем сплетение культур, сплетение традиций не только между народами, но и в том числе и между государствами. Очень важно сохранить мир и согласие. В первую очередь никогда нельзя допустить тому, чтобы страдали наши дети. Поэтому вот такой день, такой праздник, он отражает наши моральные устои, то, что духовность превыше всего и у человека, в первую очередь, семья – это крыша, это дом, это тыл, это любовь, забота, внимание, верность. Вручение наград образцовым семьям состоялось в областном доме дружбы, а его приятным продолжением стал праздничный концерт. Творческие коллективы исполнили тематические песни о семье на русском и казахском языках. Семидесяти двухлетний Аксекал Сарсенбайк Рашев путешествует пешком через весь Казахстан. На данный момент пожилой мужчина уже добрался до Бейнео. По словам местных жителей, они удивились, встретив седовласого путешественника на проезжей части на подходе к селу Бейнео. Они дали ему в дорогу воды, некоторую сумму денег и пожелали счастливого пути в его турне до города Актау. Но напомним, пеший поход по Казахстану Сарсенбая Катарашева стартовал 31 марта этого года. Весь путь мужчина преодолевает пешком, толкая впереди себя небольшую тележку, в которой находятся предметы первой необходимости, палатка и спальный мешок, туалетные принадлежности, ну и запчасти для тележки, сменная одежда и, конечно же, продукты питания. Скандал в столичном автобусе между пожилой женщиной и молодым человеком, не пожелавшим уступить ей место, оказался социальным экспериментом. Об этом сообщил сам герой ролика, исполнявший роль грубияна. По словам парня, социальный эксперимент проводился с целью узнать, как отреагируют люди, если такой конфликт случится на самом деле. К изумлению участников инсценированной ситуации, граждан, заступившихся за пожилую женщину, оказалось больше, нежели сторонников молодого хама. Не меньшее количество комментариев по поводу поведения парня было опубликовано и в социальных сетях, что свидетельствует о превалировании духовных ценностей и уважении старших по возрасту людей в казахстанском обществе, заключил автор эксперимента. Дубай пополняет список архитектурных чудес. В городе построили музей будущего необычной форме. Семиэтажное здание с овальным корпусом и выемкой внутри названо самым красивым в мире. Его фасад из нержавеющей стали площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами и украшенных традиционной арабской вязью, с цитатами правителя Эмирата. В галереях музея экспонаты, связанные с исследованием космоса, цифровые проекции и прототипы будущих продуктов. Япония под ударом тайфуна. Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе страны восходящего солнца получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна Нан-Мадол. Непогода парализовала движение автотранспорта. Отменены сотни авиарейсов. Приостановлено железнодорожное сообщение. Ураганный ветер и ливни уже привели к обрывам линий электропередач. Только за первые часы на острове Кюшу были обесточены около сотни тысяч домов. Сообщается и о первых пострадавших. Власти, в свою очередь, решают вопрос об эвакуации сотен тысяч жителей из опасной зоны. По прогнозам специалистов, ко вторнику цыплон может достичь главного города страны – Токио. Рекордное количество – более полутора тысяч участников от 14 до 17 лет из 17 областей и городов Астана, Алматы и Шимкент. Таковы показатели официального чемпионата Казахстана по джио-джитсу, прошедшего в Янбиши-казахском районе с целью формирования сборной команды для участия в ближайшем чемпионате мира. О результатах первенства страны расскажет Лилиана Штогрина. Открытие чемпионата Республики Казахстан по джио-джитсу среди юношей, юниоров и молодежи прошло в Центре спортивной подготовки села Жанашар, Юнбекше, Казахского района. В торжественной обстановке старт турниру дали почетные гости и организаторы соревнований. Они поблагодарили тренеров, которые вкладывают свою душу, любовь и мастерство в воспитание спортсменов. И поприветствовали участников, пожелав им честной и бескомпромиссной борьбы. Джио-джитсу, во-первых, он подходит всем слоям к категориям населения. Почему? Потому что это очень мягкий вид спорта. Даже человек, который не имеет какой-то специальной физической подготовки, он может прийти в зал и заниматься. Потому что, во-первых, есть весовые категории, есть поясовые категории, где, в принципе, любой человек себя комфортно чувствует, потому что будет бороться в своей категории. То есть джио-джитсу говорится так, грубо говоря, что здесь не важно твоя физическая подготовка, здесь важен твой технический арсенал. Это как игра некая в шахматы, что ли, можно сравнить так. Сила и красота джио-джитсу в его неограниченных возможностях. Это и эффективные удары из любых положений, и броски, обращающие всю мощь атаки противника против него самого. Участники уверены, что подобные турниры – отличная площадка для проверки физических сил и подготовленности, а не только в начале своего спортивного пути. Многие из юных спортсменов мечтают поднять флаг Казахстана на самых престижных мировых состязаниях. Я занимаюсь джиу-джитсу уже около двух лет. За это время у меня очень много разных призовых мест, также КМС по джиу-джитсу. Хочу сказать спасибо своим тренерам, Исупову Кемалю, также Исупову Латифу. У меня очень много разных призовых мест. Также я недавно была на турнире GP, заняла второе и третье место, боролась на 52 килограмма, с недовесом 8 килограмм. Приходите на наш спорт, занимайтесь. Этот спорт не только для мужского рода, так и для женского. Вот, развивайте, смотрите на нас. ОС. Участники соревновались в разделах Fighting System и Nevada System. В первом используется ударно-бросковая техника. Это одна из самых динамичных, ярких и зрелищных дисциплин джиу-джитсу. Неваза – это борьба, где основное внимание уделяется переводу противника в положение лёжа, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок. Это болевые и удушающие приёмы. Самый хороший результат именно в данной возрастной категории у ребят, но также есть и взрослый состав, который уже успешно выступает на международной категории и показывает отличные результаты. То есть Казахстан по прошлому чемпионату мира занял второе место в общекомандном месте. То есть для мировой арены мы уже представляем хорошую такую здоровую конкуренцию, с нами уже считаются на международных стартах. Поэтому, я думаю, ещё в Казахстане получил такую большую популярность, джиу-джитсу получил такую большую популярность. Поэтому так много детей, взрослых начинает заниматься джиу. Продемонстрировать тактические особенности этого вида боевых искусств стремились все участники чемпионата без исключения. В тройке лучших в общекомандном зачёте числятся и представители Алматинской области. В их копилке 6 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Лилия Штогрин, Айдас Калиб, телеканал ЖТСУ. Таким был день сегодняшних глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова